м привет всем с вами джексон и сегодня соберем вот такую схему это у нас бегущие огни схема очень простая думаю сможет собрать любой даже самый начинающий радиолюбитель требует немного компонентов также насколько я помню в советских радиокружках эта схема используют для обучения начинающих поскольку я думаю в помощи нее можно было понять принцип работы транзисторов конденсаторов и схема очень простая нам нужно будет и всего лишь три светодиоды я схему немного переделал от стандартной изначально питался от 4 и 5 вольт и сделал от 5 при этом на входе добавил немного сопротивления и у нас теперь она будет питаться от простого юсб это будет удобно для тех у кого нету нормального блока питания на 4 и 5 или какой нибудь такого аккумулятора будет намного удобнее просто запитать от юсб и 2.0 то есть я думаю этот стандарт есть буквально сейчас у каждого тут детали опять же все простые нам нужно три конденсатора четыре резистора три светодиоды и три транзистора транзистора у нас в нашем случае кт 315 вот так они примерно вот выглядит я думаю советских радиодеталий ляха много кто такие видел то есть я транзисторы очень часто встретить можно советских схемах также подойдет любой обратный транзистор допустим можно использовать даже вот такие вот старые транзисторы это в нашем случае какое мп 42 б но это не обратно это прямой а или допустим использовать современные вот аналоги а вот самое главное что по 5 транзистор был обратный также я покажу вам а как проверить какой транзистор если нету никакой информации о нем или нету допустим никаких вот так скажем логотипов или какой нибудь маркировки в общем то давайте сейчас попробую эту схему собрать схема очень простая опять же я думаю собрать и сможет каждый в общем то давайте начнем прежде чем собирать схему я вам сначала советовал проверить транзисторы на работоспособность поскольку потом от проблем возможно будет труднее найти взял два таких транзистора кт 315 слева это то транзистором котором мы будем все это дело собирать и это какой то современный транзистор я даже не знаю обратный или прямой сейчас это все дело проверим для этого нам нужно в любом случае мультимера включаем на нем прозвонку и у нас тут то есть вот такая большая схемка нарисовал это вот это схема подсоединения получается как но вернее распиновки выходов кт 315 у современных он немного другое но допустим у нас есть это и 1015不行 у нас тут а поскольку он обратный мы должны базе подсоединить плюсовой контакт такие у настолько должен выходить как на коллектор так и на эмиттер то есть у нас а база база находятся это самое крайне справа контакт то есть со стороны маркировки а берем темпе подсоединяем плюсовой щупа и проверяем два других канала то есть повторяем коллектору контакты есть и это эмиттеру контакт тоже есть то есть все нормально призывая у нас рабочие далее есть еще транзистор и таким же образом можно проверить и получается обратно это транзисторы или прямой допустим он вот сейчас у нас тут немного будет труднее подсоединить у современных у большинства схема подключение такая что у них по центру базы слева по моему эмиттера справа коллектор точно не помню с какой стороны эмиттера коллектора но база всегда по центру у них то есть подсоединяем к базе у нас плюсовой щуп достаточно трудно это сделать поскольку контактуную мы очень удобные сделок сзади секундыnez а также полегче так надеюсь у видов бы по цене весучем то есть средние ножки 빼и проверяя на другой еще то есть контактed у нас есть как вы видите мультиметрии а значит секрет у нас обратно так что мне замыкание небольшого получилось опять же попался дней от другого ножка тоже контакты и сами что то на стопроцент на обратной долл как проверить и если он будет прямой толокл нужно будет минусовой щуп подсоединить опять же в базе и проверить два других контакта. То есть, в нашем случае, если от базы идет минусовый щуп, то у нас не должен быть контакт. А если у вас будет прямой транзистор, тогда у вас должен быть контакт. То есть, контакта у нас нет. Все это дело очень легко проверяется. Если вы не поняли, что я сейчас сказал, я ссылку в описании скину на более подробную инструкцию. Все проверяется очень просто. Допустим, на схематичной схеме я покажу. Вот у нас транзистор, есть у нас эмиттер-коллектор-база. Допустим, в нашем случае, поскольку у нас он обратный подсоединение к базе, проверяем эмиттер и коллектор, у нас должен быть контакт. Если не будет контакта, значит он либо сломанный, либо обратный. Ну, вернее, прямой. Если мы проверяем прямой транзистор, то должны к базе подсоединить минусовой щуп и проверить коллектор и эмиттер. То есть, все достаточно просто. И вот, допустим, схема подсоединения. То есть, от базы идет и на коллектор, и на эмиттер контакт. В общем-то, давайте начнем собирать нашу схемку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я все спаял. Вот так-то у нас получилось. Схемка простая. Потратил немного времени. Сверху выглядит более-менее симметрично. Снизу у нас все вроде бы должно быть надежно. Проверил. Вроде все подсоединил правильно. Обязательно, прежде чем включать схему, проверяйте пару раз, поскольку, ну, бывает, там контакт неправильно подсоединили. Лучше заранее проверить, чтобы не испортить детальку. Будем питать все от пауэрбанка, от USB. Вот такой коннектор я тут пределал. Подсоединяем. Так. Подсоединяем. И смотрим, какой у нас получился результат. То есть светодиоды почерпно загораются. То есть от красного к желтому и к зеленому. Вот так это все дело выглядит. То есть схемка работает. Это у нас получается бегущие огоньки, как называется. Если поставить конденсатор, у нас в нашем случае стоит на 100 микрофарад, поставить на 50 микрофарад, они будут бегать быстрее. То есть быстрее будет проходить этот цикл. А если постоит еще меньше, то они просто будут очень быстро моргать и при этом будут моргать не одновременно. То есть один будет толчаться друг с другом и будет похоже на гирлянду. То есть при помощи вот этой схемки, если в практическом применении, то, скорее всего, можно сделать и гирлянду. Пауэрбанк, блин, разрядился. Ну ладно. Вот такая вот схемка. Потратил, опять же, немного времени. Очень простая. Всем советую собрать, особенно новичкам, то есть протестировать свои силы, что ли. Ну, вернее, проверить свои силы. На принципе этой схеме можно, в принципе, понять принцип работы транзисторов, конденсаторов. То есть конденсаторы у нас заряжаются и поочередно, пока не заряжаются, переключаются светодиоды. Ну, схемка очень простая, опять же, повторюсь. Она изначально питалась от 4,5. Я ее переделал в 5 вольт. Вот такие номиналы. Я, кому если надо будет, я в группе ВКонтакте. Там пишите, я бесполезно вам отвечу, скажу, какие номиналы, если вы тут, допустим, не разобрали. С кем перешла, то есть очень простая вот так-то у нас все получилось. В общем-то, с вами был Джексон. Подписывайтесь, ставьте лайки и, в общем-то, пока. Субтитры сделал DimaTorzok